Когда часы на башню пробьют 12 раз, Буратино откроет золотым ключиком волшебную дверь. И тогда придет Дед Мороз, а с ним и новогодний праздник. Путевку в удивительную сказочную страну подарили специалисты администрации Московского района особенным ребятам, а также детям, находящимся в социально опасном положении. Вместе с Буратино, Мальвиной, Пьеро, Орликиной и Снегурочкой они спасали Новый год и Деда Мороза. Удивительное красочное представление не оставило равнодушными ни взрослых, ни детей, которые с особым трепетом встречали появление на сцене каждого персонажа. Кроме того, после представления малыши смогли обменять свои пригласительные на сладкие подарки. Чтобы детки радовались, чтобы они не ощущали себя одинокими и жили в радости, были счастливы. Ждут праздник и, конечно же, чудо даже там, где оно уже произошло. Семья Смагиных – это большой и дружный коллектив, где есть мама, папа и их приемные детки. К Новому году в семье готовятся заранее. У каждого свои обязанности. Девочки занимаются украшением дома, они же наводят последние штрихи на новогодних елках. Мальчишки помогают папе по хозяйству, а мама дышивает праздничные карнавальные костюмы. Вот так уже три года живет настоящая семья. Живем дружно, весело. Детки у меня не ругаются. Поначалу, конечно, было трудно, во всех планах было трудно, а сейчас все у нас замечательно. Но, наверное, с особым трепетом ждет праздника маленькая Соня. В ее жизни уже случилось чудо. Она живет в большой и дружной семье, для которой малышка подготовила самое главное новогоднее поздравление. Я им хотела пожелать, чтобы они были стройными, хорошими, крепкими и здоровыми. В предпраздничные дни в семье Смагиных особенные. К ним в гости спешат с подарками и поздравлениями близкие и друзья. Их количество с каждым годом растет. В этот раз к инициативной группе присоединились и волонтеры средней школы номер 37. Ребята привезли свое небольшое музыкально-театральное представление. И подарки, собранные силами педагогов, детей и их родителей. Усилиями детей нашей школы были собраны эти замечательные подарки. В основном это констовары, ну, либо какие-то игры, игрушки. И сегодня мы имеем удовольствие и счастье подарить их семейному дому. Пока ребята распаковывали сувениры от школьников-волонтеров, на пороге дома новые гости. Активисты объединения БРСМ также пришли не с пустыми руками. Для ребят они подготовили памятные подарки и самые искренние пожелания. Мы участвуем в благотворительной акции «Чудеса на Рождество». Это акция ежегодная, она проходит каждый год. Каждый год мы принимаем в ней активное участие. Мы с радостью посещаем как дома семейного типа, так и многодетные семьи, семьи, воспитывающие деток с ограничениями жизнедеятельности. Вот сегодня мы пришли в дом семейного типа. Поздравить ребят с наступающим Новым годом, пожелать им крепкого здоровья, чтобы все их мечты обязательно сбывались. И очень приятно дарить подарки, очень приятно видеть детский смех, улыбки. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Денис Величкевич, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.